Радио 54 Итак, друзья, 25 лет исполняется музыкальная группа Ядха. В музыке группы присутствуют элементы тувинской народной музыки, различные направления рок-музыки и тувинско-горловое пение. У нас в гостях Альберт Кувезин и Шалбан Монгуш. Правильно я сказал? Да? Правильно, правильно. Доброе утро, Новосибирск. Санбайну? Санбайну, это в монгольском языке. А на тувинском как? По-тувински сейчас говорю. Эки. Просто. Привет всем, да. Эки. О, класс. Утреннее горловое пение посвящается Новосибирской области. Санбайну. Субтитры сделал DimaTorzok Новосибирск, просыпайся. Вау. После такого сложно не проснуться. Айберт, а как-то надо тренировать голос, ухаживать за связками? Нет, это, слава богу, не белькантовая, не академическая музыка, где надо беречь свой голос. Здесь можно его тратить, не жалея, для народа. Ну, в Туве любой так может? Да. Да ладно? Да, да. И девочки, и мужчины, да. На самом деле, вы тоже это можете, просто вы еще не знаете. Да? Ну, я тут как-то попробовал, но потом решил, что не стоит в эфире стыдиться, ну, в смысле, позориться, а то стыдно будет, да. Ну, музыкальные школы у нас появились и в колледже. Преподают. Да, теперь есть, разрабатывают методики. Ну, правда, это очень странно, потому что все методики современные, они изначально основаны на западной музыке, темперированной, такой, так называемой темперированной музыке. А горловое пение и народные суметы, они изначально не темперированы. Там много очень обертонов, которые невозможно на ноты передать, записать. А вот я не знаю, как это они будут делать, потому что требования Минобразования, Минкультуры одни для всех музыкальных школ. И вот у нас такие вот возникли проблемы в Туве. Ну, вообще, горловое пение преподают? Да, преподают, пока не запретили. А почему должны запретить? Ну, в Советском Союзе не было такого. Было несколько официальных певцов, таких, которых на торжественных мероприятиях выставляли на сцену, вот, а преподавания не было. Ну, может быть, не надо было его тогда преподавать. Осталось бы все в тайне, в секрете. Откуда вообще возникло корни? Ну, корни оттуда же, откуда возникла любая музыка. Шаманы? Ну, я думаю, шаманы потом примазались к этому. Примазались? Ну, может быть, я не так выразился, но... Отвечу просто, из глубины веков эти корни, это связано, прежде всего, было с природой, в первую очередь. Ну, и не было индустрии, цивилизации, которая человеческий слух сильно портит, как сейчас. И чем дальше молодежь слушает электронную музыку, тем меньше она будет понимать музыку природы, музыку земли. Шалбан Мангуш принес инструмент какой-то. Что это за инструмент? Расскажите нам. Инструмент называется ИГИЛ. Это традиционный туинский инструмент. В основном инструмент, в сочетании с гордонопением хуймей. Такой грейдный инструмент. А что означает в переводе? Или нет перевода? Ну, у нас есть два, скажем, две... Две версии? Ну, да, этимологические версии. Первая, так как если прямой перевод, получается, две струны и кихыл, тюркских языков. Да, правда, две струны. Мы никого не обманываем, да. Но там маленький секрет есть, потому что одна, каждая струна состоит из множества жилок. Но раньше это были волосы, конские волосы. Поэтому такое характерное, необычное звучание. Но другая версия – это ИГИЛ, ИЖИМ, «Обердись, мой друг». Это основывается на легенде, как этот инструмент появился, как попал в руки человека. Очень длинная, красивая история. ИГИЛ, ИЖИМ, «Обердись, мой друг». ИГИЛ, ИЖИМ, «Обердись, мой друг». ИГИЛ, ИЖИМ, «Обердись, мой друг». Субтитры подогнал «Симон» 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 надо вернуться говорят что горловое пение целебное целебными свойствами какими-то но то что успокаивает нервы это точно мы сейчас успокоились но если в меру если не злоупотреблять потому что во первых конечно вибрация сильная ну резонатор человека все тело вибрирует мозг успокаивается кто исполняет а кто слушает и но слушателям еще лучше но мы хотим спеть туинскую народную песню это надолго у нас просто хороший через две минуты новости начнутся хорошо ухэм мэй таван гайлан о кием кадр и урок чай что она и надо с кэн улук чалхна мэй чай гэй Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо большое, спасибо Радио 54, друзья, совсем скоро новый час и новая тема Оставайтесь на нашей волне 106,2 FM Твой дом, твоя область Новосибирск, 106,2 FM